Детская летняя оздоровительная кампания началась. Подмосковные лагеря принимают ребят по предоставленным Министерством социального развития Московской области путевкам. Уже первая группа детей, это 7 человек, отправились из Пущино на отдых в детский загородный островительный лагерь имени 28 героев-панфиловцев в Алкаламский район. Это ребятишки, у которых непростая жизненная ситуация, нуждающиеся, малобеспеченные. И мы очень рады, что с 15 июля до 4 августа эти ребятишки будут иметь возможность отдохнуть в загородном лагере, набраться сил, загореть, отдохнуть и получить новые впечатления. В августе начнется вторая смена. В течение трех недель пущинские ребята смогут отдохнуть в подмосковном детском лагере. Мы приглашаем, если нуждаются ваши ребятишки в летнем оздоровительном загородном отдыхе, если ваша семья имеет право на данную меру социальной поддержки, пожалуйста, через портал государственных услуг родители могут подать сейчас заявление. Лето. Самое время подготовиться к началу нового учебного года. Особенно много хлопот у родителей первоклассников. В прошлом году под спорьем стал подарок губернатора Московской области. Тогда в пущине набор первоклассника, рюкзак и канцелярские принадлежности получили 24 ребенка. Данные меры социальной поддержки действуют и сейчас. Подарочный рюкзак, подарочный набор первоклассника предусмотрен законом для детишек, кто идет в первый класс в наши школы подмосковные, ну будем говорить в наши пущинские школы, из семей с маленьким доходом, из малообеспеченных семей. Ну, можно сравнить с теми, кто получает обычное региональное детское пособие. Для оформления данной меры соцподдержки необходимо предоставить справку о доходах за три предшествующих месяца. Срок подачи заявлений заканчивается 5 сентября. Хотелось бы напомнить многодетным родителям, что у них есть право воспользоваться и получить выплату на приобретение школьной одежды, обуви для своих деток, учащихся в общеобразовательных школах. Эта выплата, как известно, не связана с доходами семьи. Заявление и необходимые документы нужно подавать через портал государственных услуг Московской области. Размер выплаты – 3000 рублей на каждого ребенка-школьника. Среди документов вам понадобится, конечно же, паспорт заявителя, свидетельство о рождении всех деток, понадобится справка из школы по установленной форме, тоже школы знают уже эту форму, и удостоверение многодетной семьи, конечно же. Выплата проводится быстро, то есть у нас проблем с этим сейчас нет, через единый выплатной центр Московской области. Ежегодная выплата в размере 13 тысяч 20 рублей положена семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, обучающийся в общеобразовательном учреждении. Данная мера соцподдержки связана с доходом. На одного члена семьи должно приходиться менее полуторакратной величины прожиточного минимума. Сразу скажу, что эта сумма – 19 672 рубля 50 копеек. Это полуторакратная величина прожиточного минимума. То есть, если на каждого человека получается в семье доход ниже вот этой суммы, то тогда имеет право семья, воспитывающая ребенка-инвалида, который посещает школу, получить один раз в год вот эту выплату 13 тысяч 20 рублей. Данную меру поддержки необходимо оформлять непосредственно в отделе социальной защиты, записавшись на прием по телефону. Хотелось бы отметить, что у нас есть такие семьи, кто сразу же имеют несколько льготных категорий. Это и многодетная семья, например, воспитывающая ребенка-инвалида. Как же им быть в данной ситуации? Вот две выплаты. Имеют право родители подать заявление, выбрать по своему усмотрению одну или другую выплату. При выборе необходимо помнить, что при назначении выплаты 3 тысяч рублей для школьника из многодетной семьи доходы не учитываются. А вот пособие в 13 тысяч 20 рублей для ребенка-инвалида связано с ними напрямую. Екатерина Рускова, Андрей Михайлов, Тимофей Акимов, ТВ, Спущино.